МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я на 12-м канале час новостей. В студии Денис Жарков в этом выпуске. Оказалась запертой в квартире с включённым газом. Мама была очень расстроена. Я трясло, колотила. Я сразу сказала, давайте успокоимся и здраво будем рассуждать, что мы сейчас будем делать. Омский пожарный спас полуторагодовалую девочку, мама, которая вышла на минуту, а дочь случайно заблокировала дверь. Деньги на детские сады. Губернатор Александр Бурков подписал соглашение с Министерством просвещения России. Глубое топливо в дома северян. Запускать котёлку? Да. В Теврисском районе открыли новый экзопровод. Гермак, Колчак и даже Николай II. Общественная палата расширила список великих имён для Омского аэропорта до 17 кандидатур. И 3000 случайных прохожих. Люди вот так, они очень удивляются, когда им просто так предлагают бесплатный портрет. Портреты незнакомых людей вдохновили омскую художницу на открытие персональной выставки. Удалось спасти за минуты до взрыва. Полуторагодовала девочка оказалась одна в запертой квартире. Входную дверь малышка случайно закрыла на щеколду, пока её мама выносила мусор. Несмотря на то, что ключи женщина взяла с собой, попасть обратно не смогла. Ситуация осложнялась тем, что на кухне была включена газовая плита, на которой готовилась еда. Взволнованная мать попыталась уговорить маленькую Диану открыть задвижку, но девочка не откликалась. Тогда женщина обратилась за помощью к соседке, и она вызвала спасателей. Мама была очень расстроена, её тресло колотило. Я сразу сказала, давайте успокоимся и здраво будем рассуждать, что мы сейчас будем делать. Я позвонила в МЧС, в газовую службу. Ребята очень оперативно приехали, то есть, я не знаю, даже, мне кажется, пяти минут не пришло. И всё, и помогли. Прям большое им спасибо. Я уже потом в интернете посмотрела, как ребята очень бравы, не растерялись и взобрались на девятый этаж. Входная дверь оказалась крепкой, и на её вскрытие ушло бы много времени, и рисковать и медлить спасатели не стали. В квартиру на девятом этаже они проникли через улицу, закрепив лестницу у соседей пролётом ниже. Пожарный Никита Вендерский выбил окно на балконе, забрался внутрь. Пластиковая дверь на лоджию оказалась закрыта, отпирать её пришлось специальным инструментом. Когда спасатель попал в квартиру, увидел, огонь плиты потуха, а газ продолжал поступать. Трагедию удалось избежать благодаря быстрой и слаженной работе специалистов. Газ успели вовремя перекрыть, а помещение проветрить. Ребёнок не пострадал и даже не успел испугаться. Омского пенсионера, которого сразил инсульт в Турции, доставили в Омск. В наших выпусках мы рассказывали. В конце сентября 65-летнему пенсионеру на курорте стало плохо. У него нарушилась речь и онемела часть лица. Врачи диагностировали инсульт. Спустя время он впал в кому. Мужчина находился в больнице города Анталья. Лечение обошлось в тысячи долларов. Эти траты покрыла страховка, но деньги заканчивались. Меча было необходимо срочно перевезти домой. В итоге пациента доставили обычным рейсом, но в сопровождении бригады врачей медицины катастроф. В распоряжении докторов есть специальное оборудование, которое позволяет оказывать реанимационную помощь. Полёт прошёл хорошо. Сейчас мужчина в Омской больнице. Его состояние по-прежнему тяжёлое. В Омской области будут построены четыре новых детских сада. Их возведение начнётся в следующем году. Это один из итогов рабочей поездки губернатора Александра Буркова в Москву. Соглашение подписано с Министерством. Просвещение России будет создано более 500 мест, причём для малышей в возрасте от двух месяцев до трёх лет. Из федерального бюджета выделят 300 миллионов рублей, из областного ещё свыше 180 миллионов. Кроме того, согласно одному из пунктов договора, за объектами строительства будет обеспечено круглосуточное онлайн-видеонаблюдение с трансляцией в интернет. Это делается для того, чтобы подрядчики добросовестно выполняли свою работу. К слову, поручение, связанное с созданием мест в садиках, глава региона озвучил в бюджетном послании на 2019 год. Бурков отметил, очерёдность детей в возрасте от трёх до семи лет составляет более полутора тысяч, детей ясельного возраста почти две с половиной тысячи. Потому уже до конца этого года будет создано три сотни дополнительных мест, ещё 538 в следующем. Также губернатор сегодня озвучил предварительные итоги встреч с руководством федеральных ведомств. Главная была скорректирована методика расчёта дотации регионам на сбалансированность бюджета. Итоговые цифры будут известны примерно через неделю. Напомню, на 2019 год Томская область уже получила увеличенную дотацию. Это почти 7,5 миллиардов рублей. Также Бурков отметил, что на заседании правительственной комиссии обсуждались параметры и условия участия регионов в национальных проектах. Цитирую. По состоянию на сегодняшний день у нас уже есть понимание направлений, которые точно получат федеральную поддержку. Это переселение из аварийного и ветхого жилья, ремонт дорог, благоустройство, развитие экспортных отношений, цифровизация социальной сферы, строительство, системы водоснабжения. По части направлений планируется увеличение бюджета, по части произойдет позитивное изменение подходов к реализации. Например, в программу «Безопасные качественные дороги», кроме дорог городской агломерации, теперь будут включены дороги регионального значения. Конец цитаты. В Тевризе построен новый газопровод. Его протяженность 6 километров. Пока к коммуникациям подключены только три абонента, а до конца года голубое топливо появится в домах еще 80 человек. В районный центр природный источник завели в рамках госпрограммы, когда жители из собственных средств оплачивают разработку проекта, а из федерального, областного и муниципального выделяются деньги на строительство газовых сетей. В Тевризе газопровод обошелся в 3 миллиона рублей. Новые сети прокладывали с учетом низких температур Северообласти. Зимой здесь бывают морозы до минус 40-45 градусов. Тему продолжит Никита Смирнов. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, запускать котелку? Да. Давайте. Этого дня Слепцовы ждали 10 лет. Им больше не придется заготавливать дрова, каждый день топить печь, покупать газовые баллоны, чтобы приготовить обед. В доме теперь есть природный газ. Было печное отопление, покупали баллон для газа, ну, чтобы приготовление пищи. Ну, и топили печку. Нам приехали внутренние работы, все полностью сделали, и наружные работы сделали. Ну, и вот документы ждали, и нам подключили в отказ. Голубым топливом семейный очаг зажегся у Скворцовых. С утра супруга уже за плитой, привыкает готовить по-новому. Глава семьи следит за температурой в батареях. Теперь тепло в доме природное. Сегодня с утра подключили, было заметно сразу тепло, другое совершенно. Во-первых, воздух стал более такой насыщенный, теплый. Ну, и по всему дому распространилось. Ребенок спускался уже утром, говорит, папа, надо маленько попрохладнее. Жарко. Пока к новому газопроводу подключены только три абонента. До конца года еще 80 семей получат голубое топливо. В следующем году природный газ появится у жителей еще пяти улиц. Это 300 человек. Все выполнено в срок. Период строительства осуществлялся с 24 мая по 21 августа. Почему сегодня даем газ? Потому что занимается еще процедура оформления в собственность, постановка на кадастры учет и так далее. Ну, то есть никаких нареканий нет. Думаю, что дальше будем строить больше. Тевриское месторождение голубого топлива. Оно находится в пяти километрах от районного центра. Отсюда газом питается половина севера Омской области. Это Тарский, Знаменский и, конечно же, Тевриские районы. Сейчас природный газ поступает из двух скважин. Из-за увеличения нагрузки в следующем году здесь пробурили третью. Все коммуникации как на месторождении, так и на улицах Тевриза адаптированы к экстремально низким температурам. Поэтому перебоев с поставками голубого топлива, уверяют специалисты, не будет. Все рассчитано для наших морозов. Здесь трубы изготовлены из полиэтиленов. Он пластичен, он не подвержен морозу, бою. Поэтому все будет нормально. В Омском регионе в этом году в рамках госпрограммы построено 36,5 километров газовых сетей. А к концу 2018-го природный источник энергии зажгут в деревнях и селах Таврического, Называевского, Калачинского, Исселькульского и Нижнеомского районов. Голубое топливо придет в дома полутора тысяч человек. Никита Смирнова, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Проезд в общественном транспорте Омска может подорожать до 25 рублей с января 2019 года. Об этом сегодня заявил глава Департамента финансов и контроля администрации Омска Богдан Масан. Повышение связано с ростом цен на топливо, однако цифры это не окончательное. Чиновникам предстоит провести серьезный анализ. Сейчас на межтарифную разницу в городском бюджете заложено больше 700 миллионов рублей. Это позволяет удерживать цены на проезд в размере 22 рублей. На следующий год с ростом цен на горючие эта разница увеличится, и мэрии придется брать кредиты, а такой вариант нежелателен. На повышение до 30 рублей, как сообщалось в СМИ ранее, точно не будет, заверил Масан. Тариф сейчас обсуждается в горсовете. Итоговые решения примут в ноябре. Вести на государственном уровне соцподдержку сирот Великой Отечественной войны. Сегодня с такой просьбой к депутату Госдумы Виктору Шрейдеру на личном приеме обратились и мечи. Они попросили внести законопроект на рассмотрение в Москве. Сейчас дети, чьи родители погибли на фронтах в годы войны, в отдельную льготную категорию не входят. Однако в ряде регионов дополнительные выплаты для них существуют. Виктор Шрейдер заверил, что этот вопрос обсудит с губернатором Александром Бурковым. Рассматривается введение льготы для сирот уже и на федеральном уровне. На одном из заседаний Государственной Думы этот вопрос поднимался. Он довольно часто поднимается. Володин Вячеслав Викторович сказал, что в график в ближайшее время эта проблема в график рассмотрения, поскольку таких законопроектов в Думе на сегодня порядка 10 разных вариантов. Он пообещал поставить, и в зависимости от рассмотрения и от принятия решения тогда уже можно говорить, каким образом будет оказана поддержка. Обратились к Виктору Шрейдеру также за помощью в расселении из аварийного дома на бульваре Мартынова. Депутат Госдумы посоветовала МИЧАМ подготовить документы, подтверждающие ветхое здание. Попросили Шрейдера и повлиять на работу управляющей компании одной из многоэтажек, специалисты которой, по словам людей, не выполняют свои обязанности. В этой проблеме также разберутся специалисты. В списке имен для Омского аэропорта 17 кандидатур. Полный перечень фамилий сегодня озвучили журналистам. К первоначальному списку, куда вошли 10 человек, в их числе и такие известные люди, как Туполев, Манякин, Язов, добавились еще 7. Например, Атаман Ермак, император Николай II, хирург Леонид Плуэктов. Это кандидаты, за которых отдали голоса больше 500 человек. Всего во втором этапе проекта «Великие имена России» приняли участие 66 тысяч мячей. Один из самых высоких показателей по стране. Напомню, проект проводится в 45 городах России. В списках разных регионов нередко встречаются одни и те же фамилии выдающихся людей. В разных городах попали в Лонглист Достоевский, потому что сразу на первоначальном этапе уже говорилось о том, что звучат предложения для того, чтобы получилось имя Московского, одного из московских аэропортов, Федора Михайловича Достоевского. До 11 ноября по итогам опросов россиян определится тройка лидеров, а победителей назовут 5 декабря. Возможно, Омский аэропорт станет носить имя знаменитого амича народного артиста Михаила Ульянова. В эксклюзивном комментарии 12-му каналу его дочь Елена рассказала, почему она поддерживает эту идею. Из Омска он и взлетел в Москву. То есть даже не так. Он взлетел ввысь, к своей славе. Но это дала ему Омская земля. И если, скажем, человек, прилетающий в Омск, увидит, что аэропорт имени Ульянова, для него это будет уже определенная картинка, визуальная картинка, потому что и лицо, и фильмы, и какие-то его роли, они всегда встают в памяти. А как дочь я была бы, конечно, счастлива, горда и благодарна. Судебным приставам Омска поднимут зарплату. Соответствующее постановление одобрили в правительстве России. Сегодня по всей стране специалисты отмечают свой профессиональный праздник. А в Омске еще и 20-летие образования службы. В городе прошли торжественные мероприятия. И уже по традиции 1 ноября на верной службе просягнули новые сотрудники. Ряды омских приставов пополнили 33 новобранца. Им предстоит работать со злостными должниками. Таких в регионе почти 900 тысяч. Именно столько судебных решений находится в производстве. И большая часть из них это долги по алиментам. И смотря на все трудности и нежелание должников платить по счетам, за 9 месяцев 2018 года приставам удалось взыскать больше 5 миллиардов рублей. Правительством Российской Федерации решается вопрос. Вернее, в принципе, он уже принципиально решен. Вопрос о значительном увеличении денежного содержания судебных приставов, которые на сегодняшний день, конечно же, не соответствуют той нагрузке и той ответственности, которая лежит на них. Лучших работников сегодня отметили благодарственными письмами и грамотами. С поздравлениями к специалистам обратились и глава региона Александр Гурков, а также председатель законодательного собрания Владимир Варнавский. Цитирую. Роль службы судебных приставов растет и крепнет с каждым годом. Вы выполняете работу, важность которой трудно переоценить. От вас зависит исполнение судебного решения и, следовательно, вера людей в торжество закона. Каждодневным трудом вы укрепляете законности и правопорядок в нашем регионе и защищаете права земляков. Спасибо вам за преданность делу и строгое следование буквы закона. Конец цитаты. Меньше часа остается до начала церемонии открытия фестиваля документального кино «Гео-21». Он будет идти три дня в программе «Встреча с режиссерами», мастер-классы и показ лучших фильмов международных кинофестивалей. Почетные гости. Московский режиссер-документалист Иван Твердовский-старший, генеральный директор фестиваля документального кино «Встречи в Сибири» Ладовлетшина из Новосибирска. А наш город представляет капитан яхты «Сибирь» Сергей Щербаков. Он расскажет о своих путешествиях и покажет фильм, снятый во время плавания на яхте «Сибирь». Подробно о фестивале мы расскажем в следующем выпуске новостей в 19.30. Сразу два спектакля Омского драмтеатра номинировали на национальную премию «Золотая маска». Это постановка «Отец» по одной именной пьесе шведского писателя Августа Стринберга как спектакль малой формы. Еще один номинант «Время секонд-хэнт» режиссера Дмитрия Егорова. Работа по документальной повести лауреата Нобелевской премии Светланы Алексеевичи. Этот спектакль отмечен как работа большой формы. В номинации «Женская роль второго плана» номинированы сразу три актрисы спектакля Наталья Василиадьев, Валерия Прокоп и Татьяна Филоненко. Среди претендентов на престижную театральную премию театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Уфы, Казани. Победителей 25-го фестиваля «Золотая маска» определят в 2019 году. Вручение национальной премии назначено на апрель. И вот какие материалы сейчас готовятся к эфиру. Смотрите в итоговом выпуске в 19.30. Тромбоэмболия убивает всего за неделю. Заболевание убило сразу двоих молодых людей, беременную женщину и школьника. Причиной смерти в обоих случаях стал оторвавшийся тромб. От такого утверждают медики никто не застрахован. Однако тромбоэмболия приводит к внезапной смерти лишь в 30% случаях. Остальных больных можно спасти, если немедленно обратиться к врачу. Каковы симптомы и факторы риска узнавала Елена Смирнова. Теперь они не бродячие артисты. Труппа «Галерки» сегодня впервые репетировала в обновленном здании театра. Отсюда они выехали еще в 2005 году. Но только в 2013 начался капитальный ремонт. На реконструкцию потратили больше 500 миллионов рублей. От старого здания остались только две стены. Первый спектакль завтра и большая часть билетов на ноябрь уже раскуплена. Лемских театралов открытие «Галерки» – одно из самых ожидаемых событий. В театре можно заблудиться. Так много здесь помещений. Вот эта комната должна стать любимой у зрительниц. Она для переодеваний. Вот так легко свой повседневный наряд можно сменить на праздничный. Наталья Бельская внимательно следила за ходом масштабной стройки. И сегодня одной из первых увидела новое здание театра во всей красе. Кассиры, гости на свадьбе, работники салона красоты, сотрудники третикотажной фабрики, бездомные – все это герои проекта художники Алены Пожиленко. В городском музее искусства Омска открылась ее персональная выставка. В течение семи лет она рисовала шаржа случайно встретившихся на ее пути людей. Работу дарила, оставляя на память лишь снимки с портретами. Таких фотографий у нее накопилось три тысячи. Из них Алена Пожиленко составила концептуальный проект, который назвала «Следы обмена». Я старалась впечатлеть следы обмена искусства на фотографию. Я дарю людям искусство и взамен прошу разрешения сделать фотографию. Люди вот так, они очень удивляются, когда им просто так предлагают бесплатно портрет просто за то, чтобы сделать фотографию. И они все прям с большой благодарностью относятся, благодарят. Шаржа Алены Пожиленко можно увидеть во многих странах мира. В 2017 году она была участницей Международного фестиваля молодежи в Сочи, во время которого сделала немало смешных портретов ребят. Шаржа с собой везли студенты из Индии, Бразилии, Германии, Азербайджана. И о спорте. Сегодня «Омский авангард» сыграет с «Адмиралом» из Владивостока. Матч пройдет в подмосковной Балашихе. Явного фаворита в этой встрече эксперты не называют, несмотря на диаметрально противоположное положение в турнирной таблице. «Ястребы» — вторые на востоке, а «Адмирал» — 12-й. Обе команды демонстрируют нестабильную игру. В последних пяти матчах команда из Владивостока одержала всего две победы над Нижнекамским, «Нефтехимиком» и «Нижегородским торпедо». В свою очередь «Авангард» также дважды победил «Минская Динамо» и «Уфимский Салават Филайф». И оба раза в овертайме. Как игра сложится сегодня, 12-й канал покажет в прямом эфире трансляцию из Подмосковья. Смотрите в 22.30 по омскому времени. Далее на 12-м канале прогноз погоды. Все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Реклама будет короткой. По здоровью есть вопросы. 48-38-38. В Омске открылась выставка головных уборов. Внимание представляет тысячу шапок. Натуральные меховые производства новосибирской фабрики «Мартен» уже не первый год сыгрывает омичей. Оценить качество и приобрести головной убор можно в спорткомплексе имени Блинова. Подробности далее. Более тысячи головных уборов. Все авторские и с оригинальным дизайном. На выставке представлены как женские, так и мужские шапки. Из меха норвежской лисы, кролика, мутона, песца и канадской норки. Все изделия шьются исключительно вручную. Фабрика «Мартен» не имеет аналогов на отечественном и зарубежном рынке. В наш город выставка приезжает уже не в первый раз. И уже есть постоянные клиенты. Мы сами покупаем мех на аукционах и выполняем всю технологическую цепочку. От выделки и окраски до разработки дизайна и пошива головного убора. Именно поэтому у нас высокое качество, приятные цены и оригинальный дизайн. Выставка продажи «Тысяча шапок» расположилась в спортивном комплексе имени Блинова. Работать выставка будет до 5 ноября включительно. И в завершении выпуска о погоде завтра 2 ноября облачено снег. Температура воздуха в районах ночью минус 4-6, днем 0-2 градуса. В Омске в ночные часы 3-5 мороза, днем 1-2 градуса ниже нуля. Ветер юго-западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров в ртутного столба. Далее на 12-м канале телесериал «Вызов» и «Рап и царь». Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин